Всем привет! Сейчас красилась и решила, что очень хочу снять такое видео, показать, что у меня на данный момент лежит в косметичке, потому что само очень интересно порой смотреть, какая же у блогеров косметика, чем они пользуются. Но сниму только то, чем пользуюсь прямо в настоящее время, в настоящий момент. Если интересно, напишите в комментариях, я покажу вам все свои запасы склады. Но мне кажется, что у меня еще прямо мало, не настолько много, как у других каких-то блогеров. Там у некоторых прямо вообще очень много. Давайте смотреть. Давайте, в общем, покажу вам то, чем я пользуюсь сейчас, то, что у меня в настоящий момент в косметичке находится. В общем, полюбилась мне туша Синсея, она коричневого цвета, сейчас она стоит 99 рублей, по-моему, по распродаже там. Я ее покупала за 200 рублей, по-моему, сейчас, подождите секунду, я ее достану. С вами вытащила, в общем, у нее такая вот щеточка. Силиконовая, но она прикольная, она прямо прикольная, она реально коричневая. Фокус, ну что такое-то опять? Ну что это за телефон? У меня второй телефон стоит на зарядке, вон он у меня там лежит, поэтому я решила снять на этот. В общем, классная тушь. Так, это у меня подводка Faris голубая. Я ей долго времени пользовалась, я снова ее решила положить в косметичку, она очень классная. Она такая сине-фиолетовая, что ли, но знаете, что от нее, какая-то бочка, она маленько щиплет в глаза. Она недорогая, я покупала в магазине светофор, по-моему. Купилась мне на скидках румяна, мне надо было в косметичку румяна. У меня сейчас это Stellar. Вот такие, вот там внутри щеточка идет. Ну, кстати, мне они понравились, это мой цвет, действительно. Я их купила за 199 рублей в магнит-косметике на скидках в 0,1 тоне. Давайте я поймаю вам оттенок, если кому интересно, персиковая фантазия. Ну, классные румяна, на самом деле, такие не яркие, как бы, ну нормально. Дальше, палетка, которую я показывала, она пришла мне с Алиэкспресса. Декалу какая-то. Ну, кстати, классная палетка, и вот этот цвет я уже начала использовать активно. Это типа базы что-то действительно под тенем. Я не знаю, может, я неправильно использую, но я его использую именно как базу под тенем. Давайте я сейчас сниму вам цвета, чтобы понятно было. Вот этот, да, он маленько поблескивает, кстати, вот этот цвет. И они, знаете, они какие-то как будто кремовые, вот смотрите. Вот особенно вот этот прям кремовый-кремовый такой. Ну, в общем, нормальная палетка, классная. Можно заказывать такую. Дальше у меня любимый мой консилер Estrada Wood Morning. Хороший, кстати, и очень хорошо перекрывает темные круги под глазами, синячки под глазами. Тоже без него никуда. Это я крем положила такой, небольшое увлажнение. Себе сюда такой дешевский тушь Maybelline Colossal. Она водостойкая. У нее щеточка как у обычных, конечно, но она водостойкая, этим она мне не нравится. Следующий карандашик, по-моему, это у меня был Stellarie, или не Stellarie. По нему не видно. В общем, я прибиралась недавно в косметике. Сниму для вас потом обзор с обновной своей косметики. И вот этот карандашик нашла. Такого вот цвета. Опять же, у меня фокус не ловится. Решила, что, а что он угляится просто так, надо, наверное, не пользоваться что-либо. Я положила его в косметичку, но пока я им еще ни разу не воспользовалась. В общем-то, я здесь лежу. Дальше. Это моя любовь. Это моя самая любимая подводка. С нее смылись все опознавательные знаки. Но это Vivienne Sabo. Она коричневая. Она настолько коричневая, что когда вы ее наносите, она даже не показывает, что она коричневая. Сейчас я вам ее покажу. Вот такая вот у нее кисточка. И смотрите, на другой руке я сделала свочный большой. Вот он. Она как будто черная на глазах, на самом деле. И ей очень легко рисовать стрелочки. Ее там много. Это в 0,3 тоне. Я ее тоже покупала по скидке рублей за 200. Недорого я ее, в общем, купила. Дальше, что мне попадется. В общем, это подводка с Казань Экспресса. Она идет с кисточкой. Какая-то действительно кисточка для рисования. Но я ее покупала на Новый год. Думала, ей что-то красивое на Новый год сделать. Вот так вот она у меня и лежит в косметичке. Очень сложно снимать без штатива. А я сейчас снимаю без штатива. Так, вот. Ну, давай, упади еще, конечно. Ну, вот, такие небольшие блесточки слабливаются, конечно. Но ей можно красивое что-нибудь нарисовать. Я пару раз ей пользовалась. Может, раза 3-4 даже. И вот она у меня лежит, ждет, когда же я захочу ей накраситься. Ну, обычный черный карандаш. И он автоматический. Дальше. Тоже классная палеточка, на самом деле. Она в коробочке была при покупке. Покупала я ее за 199 рублей. Это Vivienne Saba. Такие вот цвета. Ну, давай, что с фокусом-то вообще сегодня у меня? Это была она по скидке. И что мне нравится, она такая тоненькая-маленькая. Четвертый тон. Можно вот так с собой ее положить классно. Поэтому я ее в косметичку в эту и положила. Дальше еще одна палетка. Палетка с Казань Экспресса. Такая вот ламейла. Такая-то. Замечательно. Я очень люблю так делать. В общем, не очень удобная упаковка. Надо ее протереть. Смотрите, как она раскрашилась. Сейчас я, наверное, всем этим займусь. Вот это. Это такой глиттер. Остальные как бы такие. Вот эти вот кремовые цвета. Эти такие сыпчатые. Но в целом палеточка неплохая. Я ее заказывала рублей за 70. Поэтому почему бы и нет. С ней еще шел аппликатор для тех дней. Она в коробочке лежала. Это я сейчас использую такой вот крем за место биби-крема. Он хороший. Он стоит 69 рублей, насколько я помню. В стрекозе, в магазине стрекоза. И он действительно как биби-крем. Очень хорошо ложится. И какой-то как крем-пудра распределяется. То есть здесь написано не обман. Что это крем-пудра. Дальше. Тоже у меня по скидке. У меня столько ювенцева товаров по скидке. Продуктов, правильно говоря. Точно продуктов. Этот хайлайтер и бронзеры. Что ж такое. Вот как снимать одной рукой, вы мне скажите. Этот хайлайтер и бронзер. Стоили тоже 199 рублей. Один цвет. Видите, я уже сильно использовала. Вот этот. Он, кстати, такой более розоватый. А этот он такой более белый. А это просто контур. И такие палеточки на самом деле стоят 600 рублей в других магазинах. А я покупала также нитка смесь за 200 рублей. Дальше. Недавно заказала на Казань Экспресс такой вот карандаш. Ну, что с фокусом-то сегодня. Я просто не могу на этот телефон снимать. Он еще очень огромный и неудобный. Кос-арт какой-то. Четыре звезды. Айсет Мокко. Нью-Йорк. В общем, классный карандашик. Стоил он рублей в пределах 50. Ну, он такой, знаете, бронзовый. И что-то захотелось у него какого-то такого разнообразия. Согласно. Я его решила доказать. В общем, теперь он тоже живет в моей косметичке. Вот что с фокусом? Как смотреть? Просто не понимаю. Маленький фокус я вылечила. Дальше. Тушь Classic Valum от Maybelline. Тоже ее, кстати, по скидке покупала. Мне кажется, у меня нет косметики, которую я покупала бы не по скидкам. Ну, резинка для волос, естественно, в косметичке есть. Вот такая вот одиночная нюкс. Тени. Такая вот одна, одиночка. Вот это такой, знаете, был розоватый маленько цвет. Ну, похоже на хайлайтер чем-то. Покупала я его очень давно. И решила, что пришло его время. Надо его закончить. Вот. Поэтому получила сейчас косметичку. Гель для бровей у меня обычный Lovella. Lovella. Такой вот. Он был у меня прозрачный, когда я его покупала. А сейчас он такой вот коричневатый. Что-то сколько тут было. Вот. Дальше. У меня есть такая вот подводка от сода. Сейчас я вам покажу ее цвет. Цвет. Вот такой вот голубой металлик. С блестками. Покупала тоже по скидке. Сколько раз я сказала за это видео слово скидка. Не знаю даже. Бритуаль. Тоже. По этой же самой акции. Сода карандаш для бровей. Он с одной стороны идет как карандашик. Почему ты не открываешься. Так. С одной стороны он карандашик. С другой стороны белый воск. Я его использую, чтобы поправить там, что у меня не так получилось. Почему? В первые я использую карандашик. Вот почему так. Что с тобой такое фокус? Дальше. Ватные палочки, конечно же, у меня всегда в косметичке. У меня пинцет всегда в косметичке. У меня, кстати, он от Ифроше. Я так не могу уже снимать. И, по-моему, у меня осталась последняя такая вишенка на торте. Это Essence Mousse. У меня в 13-м тоне. В общем, девочки, рекомендую всем такой мусс. Он и так консилер. И как, в принципе, тон поправить, да? Он очень классный. Вот у меня уже столько его использовано. Он, знаете, он настолько невесомый. Он как пудра. Он такой приятный. Мне он очень нравится. Но он и стоит очень классно. Поэтому. Так, ну на этом все. Кстати, смотрите, косметичка у меня. Синсей. Я ее недавно купила по скидке. Сто... Сто... Сто, сто пятьдесят рублей. Да, наносто. Очень мстительно вот это вот все в нее помещается. Но большие палеточки я не стала в нее складывать. Потому что зачем? Вот. Ну, в общем-то, это все там спокойно помещается. Все хранится. Все классно. С палеточки маленько подтерлась. У меня еще кисточки в ванной лежат. И спонжик. Я их помыла. Они у меня сушатся. Я их помню. Продолжение следует...